Знаете, совершенно о другом хотел говорить, чем то, что скажу. Была другая идея или другая мысль к проповеди, может быть, более основательная, более подробная, но хочу напомнить, в связи с рассуждениями, с теми событиями, которые происходят в нашей жизни. Кто из нас не знает, что такое боль? Такого человека нет. Не кажется ли вам странным, что человек, который знает, что такое боль, её причиняет другому человеку? Что движет таким человеком? Ненависть, зло. Это мы понимаем. Не понять можно другого. Среди близких людей, когда это происходит, что может двигать ими? Когда боль причиняют дети родителям, они их любят. Но причиняют боль. Когда боль причиняет муж своей жене, которую обещал любить всю жизнь, беречь, и оберегать и охранять от других, чтобы ей не причинили боль, а сами и причиняют эту боль. Знаете, можно вопросов до бесконечности задавать, на которых практически ответов нет. Они есть ответы, но они такие поверхностные и непонятные. Почему же всё-таки так? Я хочу прочитать одно из мест священного писания, когда у Иисуса Христа произошёл разговор с учениками, очень короткий такой. Девятая глава Евангелия от Иоанна. Девятая глава Евангелия от Иоанна. Первые три стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Христос, это о нём сказано. Он увидел человека слепого от рождения. Ученики Его, ученики Христа, спросили у Него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии». Интересное событие, очень такое, кажется, простое на первый взгляд. И тут-то вопрос негде задать. Люди умеют задавать вопросы там, где не должны существовать эти вопросы. Люди могут из обычной ситуации сделать ситуацию непонятную. Человек способен из красивого чего-то сделать какое-то безобразное существо или предмет. То есть человеке заложено уже не Богом, а греховной его натурой портить, искажать природу, самих себя. Посмотрите, как сегодня люди ходят, внешнего вида одеты, да? Как будто соревнуются, кто больше испортит свой образ, кто больше себя безобразит. Они не просто успокаивают себя, и другие говорят, «Сейчас мода такая, так привыкшая, не в этом дело». Это, знаете, для детей детского сада разговор. Мы прекрасно понимаем, что дьявол, дьявол всё это делает с людьми. Дьявол это всё делает. И это всё обходится им недёшево. Через это они переносят много боли разных, когда смотришь, все губы увешаны серёжками. Как он ест этот человек? Я уже про поцелуи не говорю. Как он ест? Всё искажено настолько. Я не знаю, ну в ушах какие-то там вставляют. Это целые премудрости там. И делают так, что назад уже не вернёшь ничего. И люди это делают. Их никто это не заставляет, никаким судом это не присуждено. Они делают это с удовольствием, платят за это большие деньги, чтобы мучиться, ходить, страдать, лишать себя удобств, благополучия, которые Бог дал. Вопросы, на которых нет ответов. Здесь, когда Христос проходил с учениками и увидели слепого от рождения человека. Видимо, знали, что он слепой от рождения. Ученики спросили у Христа, кто согрешил. Родители его или он сам, этот человек, что он слепой? Есть мнение такое, что люди страдают болезни, какие-то ещё боли только за свои грехи. Бывает и так, но далеко не всегда. Потому что если бы каждый страдал за свои грехи, мы бы все так сейчас страдали. Всё человечество находилось, были в слепоте. Представьте, если бы за грехи человек слеп был. Ну где бы были сегодня видящие люди? Или глух бы был? Или не разговаривал глухо, а не мой, то же самое. То, наверное, все люди были бы сегодня хромали бы ходили, слепые бы были, если бы за грехи Бог всех наказывал такими страшными наказаниями. Они задают вопрос. Вопроса два. Или два вопроса в одном. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Я не знаю, какая реакция Христа была на этот вопрос. Может быть, Христос просто улыбнулся им в ответ. Ну что вы спрашиваете? Это же не серьезный вопрос, а глупый вопрос. Он согрешил, что родился слепым. Когда он согрешил? Если он родился слепым до рождения, отпадает одна версия. А, значит, согрешили родители его. Ах, они родители, посмотреть бы на них, это родители видно. И сразу можно представлять, и люди так быстро идут в своих фантазиях, что могут уже целую версию рассказать другим, как грешили эти родители. И как быстро мы находим виновных, как быстро мы рисуем образы виновного человека. А потом, оказывается, это не так. Оказывается, это не так. А у нас мнение сложилось о человеке. Он согрешил, он сделал это все из-за него, потому что нам показалось, или кто-то что-то нам сказал. Вы помните ту историю, когда это из русской литературы, когда там люди встретились, пришли в гости, и после этого, когда они побыли в гостях, и договорились дальше общаться, встречаться, дружить, ушли, а те больше их не приглашают. Они удивились, хотя те обещали пригласить их в гости еще. И однажды встречают, говорят, что же нас в гости не приглашайте. Они говорят, да, не стоит. А что такое? Мы же хорошо посидели, побыли тогда. Ну, говорят, когда вы ушли, говорят, у нас серебряная ложка пропала. После того, как вы были у нас, пропала ложка, не можем найти. Нет, вот была до вас, за столом были вы, эта ложка была, лежала рядом с вами, исчезла. Он говорит, да вы что? Да мы не брали, мы никогда чужого не возьмем. Они говорят, да вы знаете, ложку мы нашли, а вот осадок остался все равно на вас. Мы так вот думали, что это вы, ложка нашлась, но все равно как-то уже неприятно с вами общаться после этого. Понимаете, вот насколько люди умеют, человека просто вот грязью, бледенствованию всего. Насколько умеют сделать боль другому человеку? Насколько легко люди могут найти виновного? И часто это бывает, что это совершенно невиновный, а виновный рядом стоит и смеется. Так бывает в этом страшном мире. Христос говорит, ни он не согрешил, ни родители его. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Кто виноват? Вот давайте мы очень коротко так, буквально в нескольких минутах поразмышляем, потому что эта тема очень актуальна каждого из нас в нашей жизни, для каждого из нас. Мы этим проходим, мы с этим живем, мы об этом говорим, мы понимаем, что это такое. Ведь дело-то в том, что мы в этих ситуациях, в поисках виновных, можем зайти очень далеко и искать совершенно не там, где он есть. Особенно, если это происходит в нашей семье, муж, жена, дети. Мы здесь часто можем все поперепутать и причинить боль самим близким людям. А потом окажется, что это все не так, ну, извини, как заявляет соль, ну, с кем не бывает, я же не исключение. И пошел дальше, прежнее творитель. Смотрите, как люди заходят далеко в этих ситуациях, в этих вопросах. Вы помните, когда умер Лазарь, помните, да? И Христос шел к нему, к больному, но пришел, когда его уже четыре дня как похоронили. встречает его сестра Лазаря, встречает Христа Мария и говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы ты был здесь, брат бы мой не умер. Вы слышите, я вот недавно услышал, что она сказала. Я читал раньше, 11 глава Евангелия, а услышал недавно и заострил внимание. Фактически, что было сказано? Господи, ты, если бы был здесь, он бы не умер. Ты опоздал, он умер. Он умер потому, что ты не был здесь, ты опоздал, из-за этого он умер. Вот вам обвинение в сторону Христа. Так просто, так завуалировано, так вроде спокойно сказано, но фактически обвинение Христу, с одной стороны, кажется, это наоборот, какой-то комплимент. Вот если бы ты, он бы не умер, ты приходишь, и жизнь продляется. С другой стороны, Господи, он умер, потому что тебя здесь не было. где ты был? Надо сразу следующий вопрос задать. Где же ты был? Почему так долго шел? Если приходит скорая помощь, не за 10 минут, а за 4 часа после того, как ее вызовут, и умирает человек, как вы думаете, скажут что-то этому врачу? Обязательно. Где вы были 4 часа? Он умер час назад. Его можно было спасти. Это вы его убили, это из-за вас все. Разве не так? И часто вот люди доходят, что где? Почему? Господи, ты где был? Христос спокойно выслушал и говорит, я никогда не опаздываю. Я все восполняю. Я не только жизнь верну ему. Я благословения столько дам твоей семье, Мария. Разве ты не знаешь меня? Разве я первый раз в вашем доме? Как ты могла усомниться в том, что я опоздал? И он говорит не просто вот как-то про этого слепого человека здесь Христос говорит. Он говорит, чтобы на нем явились дела Божии. Разве на Лазаре не явились дела Божии? Скажите. О, как явились. Вы помните даже Христа, когда мы читаем в день вот в Иерусалим, когда все сходились на Пасху уже перед страданиями Христа, и народ весь шел в Иерусалим. И там написано не только посмотреть Христа, но и посмотреть на Лазаря, которого он воскресил вот недавно, несколько дней назад перед этим. Кто виноват? Кто виноват? Очень свойственно человеку искать виновного. Ведь люди виновным сделали самого Бога, Христа Иисуса. Они на Него столько говорили. Развращает народ. Он лжец. Он обольщает народ. Что только про Него не говорили. Даже туда добрались. Смотрите, если мы вспомним историю, ведь не вчера это произошло. Ведь это не только что стало такое проявление в людях. Ведь так было издревле. Издревле. Посмотрите, самое начало, когда Ева сделала этот грех против запрета Господнего, когда она взяла и поела то, что запретил Господь брать с этого дерева. И смотрите, 8 стих, 3 глава Бытия мы читаем. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты? Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Вы обратили внимание, Бог задает вопрос человеку. Вопрос конкретный. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? И на этот вопрос вообще есть всегда два ответа. Да и нет. И так учится с Библией. Да, да, нет, нет. Да, еще раз, да, подтвердил. Нет, нет. Да или нет. Ответ каков? Не ел ли ты от дерева? Ну, что, сказать ел? Ай, как стыдно. Сказать не ел? А ведь ел. И человек начинает. Вот с каких хрен. Мы сегодня удивляемся, как искусно выкручиваются наши дети с какой-то ситуацией, сделавши что-то. Мы сами так делали в детстве. Они, наверное, от нас научатся. Гены передаются. Так вот откуда это идет. Посмотрите, не ел ли ты? Адам говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. При чем здесь? Бог говорит, не ел ли ты? Жена моя. При чем? Подожди, я тебя спрашиваю. До жены потом уже. Про нее потом поговорим. Ты ел или нет? Жена? Так мало того, он жена. Смотрите, что он говорит. Он жену, думаете, обвиняет? Не только. Жена, которую ты мне дал, кстати. Ты же мне ее дал, эту жену. О, кого ты мне дал? Что это за жена? Я выбор-то невелик был. Бог ему... Тут из рук Божьих жена. Если сегодня кто-то так не может сказать, то конкретно Бог привел, разбудил Адама, говорит, вот твоя жена, знакомьтесь. Вы теперь муж и жена. Он говорит, ты же мне ее дал. Все претензии к ней, Бог ко мне что? Да, это она, и ты мне ее дал. Если уж виноват кто-то, то это она. Бог, и ты тоже. Ты такую жену мне дал. Опять Бог виноват. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея больстил меня, и я ела. И пошло. Жена, ты же дала мужу плода этого, который запретил тебе срывать и брать. Это змея больстил меня. Бог пошел к змею. Представляете, в жизни нашей что-то изменилось, сегодняшнего человека, то же самое. Это она, это он, это жена, это муж, это дети меня раздражают. Я вообще человек спокойный. Ну как они себя ведут? Какое они послушание? Я просто не выдерживаюсь, срываюсь, начинаю на них кричать, говорит отец. А дети чьи? Соседские? Чьи гены в этих детях? На кого они похожи, эти дети? Кто их растил и воспитывал, и воспитывает сегодня? Ну я, Господи, ну они все равно, вот они не знаю, на меня они похожи, я такой не был. Мы часто, молодежи наши говорят, мы такие не были. Мы такие не были. А кто-то сидел и из пожилых людей говорит, мы еще хуже были. Конечно, мы такие не были. Мы часто очень способны видеть других людей хуже, чем и мы. И поэтому винить их. Кто виноват? Смотрите, тогда уже человек в своем обвинении пошел к Богу. Бог, ты виноват? Ты виноват, что жену такую дал? Ты виноват в том и в том? Ты, Христос, виноват, что опоздал? И брат наш умер. Кто же виноват? Кто виноват? Я помню, мы с женой ехали как-то, кто-то из детей с нами был в городе, лет в нашем, года четыре назад или три. И мы так проезжаем, смотрим аварии. Одна машина стукнулась, вторая, третья. Мы так проезжаем, как знаете, трафик сразу создается. Медленно проезжаем. Я говорю, знаете, вот этот виноват, этот тормознул, тот не проехал, этот светофор, тот не пропустил. Все. Я все им рассказал, кто виноват, этот виноват, эта машина, тот все рассказал. Кто из детей? Говорит, папа, еще суда не было. Полиция еще даже не приехала. Ты все знаешь уже. Как мы быстро можем, да? Найти виновного. Но будет протокол составляться, приедет полиция, будет суд, там найдут виновного. Я подумал, да как быстро мы находим виновного? Как быстро? Виноваты все, кроме меня. Все, кроме меня. Когда останавливает нас полиция за нарушение, ведь чаще всего мы что говорим? Ведь редко кто говорит, ой, виноват. А вы понимаете, я торопился, меня там подрезали, я так вот вынужден был сюда ехать, и начинаем, как маленькие дети в детском саду перед полицейским выкручиваться. Мы начинаем винить. Знаете, как один рассказал, один пастор в американской церкви, это он свидетельство говорил на том собрании, он торопился, в церковь утром опаздывал, поздно, наверное, собрался, и быстро, в машину, и на скоростях, на всех быстро, пастор опаздывает в церкви. Где-то видно, да? Полиция, полиция бодрствует, в отличие от пастора иногда, да, в американской церкви. Полиция его догоняет, останавливает, подходят к нему, он весь, каждая секунда на счету. Говорит, так, вы нарушили ваши документы, да, вы нарушили, вы ехали очень быстро, полицейский ему говорит, он говорит, извините, понимаете, я очень тороплюсь, я очень тороплюсь, опаздываю, меня там друзья ждут, мы договорились собраться там все вместе, я вот опаздываю, неудобно как-то, я вынужден торопиться, и все, все, начал, начал, он стоит и слушает его, потом говорит, знаете, я вам что скажу, я вам возвращаю права, я вас не буду наказывать, но вы слушайте маленькую лекцию, и запомните ее, пожалуйста. Говорит, вы знаете, что в Библии написано такое место, если вы Библию почитали бы, вы бы знали, что праведник все, что не делает, он успеет. Я, говорит, вам расскажу, что я, когда был без Бога, жил, я везде опаздывал, никуда не успевал, все время бегом, все время на ходу причесывался, на ходу пил кофе в машине, но когда я уверовал, Бог такой мир мне в сердце послал, что я теперь везде спокойно успеваю, никуда не опаздываю, я вам советую, найдите Библию, почитайте, идите в церковь, найдите Христа, и у вас жизнь будет уравновешенная, спокойная, вы никуда опаздывать не будете. Это полицейский воспитывает пастора церкви. Он говорит, я стыдом покрылся, в церковь пришел, и рассказывает вот это. Кто виноват? Кто виноват? Виноват трафик на дороге. Мы сегодня утром поехали в церковь, вторую славянскую, и захожу без трех минут десять в братскую. Знаете, я весь пропадел, мне стыдно, как никогда было, потому что, я первое, что говорю, вы знаете, братья, извините, говорю, парковку не найти нигде. Братья на меня смотрят, я говорю, нет, виноват, извините, виноват. Надо было приезжать вовремя. Я знаю, что большая церковь и парковка, я там не первый раз. Приедь за 20, за 30 минут, и я, как служитель и пропадение, должен за 20 минут там быть. Кто виноват? Давайте мы посмотрим на ситуацию по-другому. Мы часто виним других людей. Вы помните ситуацию, когда Давид хотел убить человека и все его родство, имя Навал, помните такого, да? Который не помог ему и его людям, и он говорит, я пойду со своими людьми и всех их уничтожу, что они не дали мне поесть, я скитаюсь, я здесь вот нахожусь в таком тяжелом положении, и он мне не помог, этот Навал, такой злой человек, о нем говорит Библия. Но у него была жена Вигея. Написано, что благочестивая и богобоязненная женщина. Я не буду это место читать, найдите в Библии, просто времени нет. Но поверьте, что это написано так. Может, дословно не смогу сказать. И когда ее известили, что приходил Давид, и твой муж отправил, не Давид, а рабов он посылал, Давид своих слуг, и твой муж Навал сказал, уходите, много вас бродячих, я не намерен всех кормить, идите отсюда, и выгнал их. И она испугалась, она поняла, что сейчас Давид соберет своих воинов, они очень смелые, сильные были, и он придет уничтожить все. Она что делает? Она быстро собирает что-то, на ослов навязывает, берет с собой своих слуг, и туда, в то место узнала, где Давид находится со своими людьми, чтобы опередить его, чтобы остановить его от этой затеи, от этого плана. Она знала, что он это станет делать. Но удивительные ее слова, когда она остановилась, жена одного из богатейших людей, она сходит со сла, она кланяется ему и говорит, прости, Давид, господин, прости, на мне, говорит, грех мой, на мне грех, прости меня, это я виновата. А в чем она была виновата? Когда приходили его люди, она даже не знала, она вообще виновата не была. Она, может быть, считала, что она виновата, что она не была рядом в это время, что она что-то не сделала, а она, будучи совершенно невиновной, говорит, на мне грех, прости меня, прости, мужа моего, прости, не делай этого зла, прости, я виновный, и плачет, и кланяется перед ним и просит у него милости. Интересно, да? Невиновный человек. Как часто привыкший виновный выкручивается. А тут невиновный говорит, я виноват. Я виноват. Как часто вот это бывает. Вот то событие вот там же в Беслане, ведь фактически президент республики, который посодействовал во многом тот президент, который в то время был, Засохов. Я очень хорошо эту историю всю знаю, из первых лиц это все, с первых уст. Ведь он должен был хотя бы сказать, я виноват. Вот люди до сих пор ждут от него. А он даже не может выйти сказать перед народом, я виноват. Если ты президент, что случилось в твоем государстве, даже ты там не участвовал, ты виноват сто процентов. Потому что случилось при твоем руководстве. А он ходит надменно, он не виноват. А что здесь того, а что бы что мог сделать? Ну и что, а что вы на меня здесь? А что я пойду туда, и 150 детей за меня убьют? А вдруг меня убьют? А что, он говорит, так и сказал, меня же убить могут. А что, за него 150 детей, вот тут идет навстречу, говорит, ты будешь идти, и тебе навстречу 150 детей будет идти. Вы посредине повстречаетесь. Струсил. И не сказал до сих пор, я виноват. И в этом мире это поощряется. Он сегодня в Москве очень большим человеком стал, намного больше, чем президент Осетии. Нет, не может человек смириться и сказать, и признать свою вину, что я виноват. Что бы ни произошло в доме вашем, братья, я особенно хочу сказать, я сам отец, муж и дедушка, все, что происходит в нашем доме, давайте мы научимся быть сильными и справедливыми. Я виноват. Я виноват, что мой ребенок что-то сделал, что моя жена где-то может быть устала, и может быть в порыве каких-то переживаний не сдержалась. Я виноват, что я не создал ситуацию, что я не утешил, не успокоил, не помог, что бы ни произошло, я виноват. Потому что я ответственный. Мы часто любим права иметь, чтобы пользоваться ими. А вот ответственность, про нее мы забываем. Кто виноват, друзья? Я не буду очень много примеров приводить, их очень много. Я не буду приводить примеры из Ветхого Завета, примеры из Нового Завета, их просто все не перечислить. Слово Божие говорит, не лучше ли бы вам быть обиженными? Первым коренцам, кажется, да? Шестоглава. Не лучше ли терпеть лишения? А вы сами обижаете и отнимаете, убрать. Кто виноват? Кто виноват? Кто-то есть виноват. Но мы часто скажем, все, кроме меня. Один только, одно еще место прочитаю. Это записано очень знакомое нам место. Только сейчас назову главу и сразу скажу, конечно, знаем. 53 глава. 53 глава книга пророка Исаия. 53 глава, кто ее не знает? Давайте мы прочитаем с 3 стиха. «Он, Христос, был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, мы ни во что ставили его. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Слишком много слова «наше» здесь, да? Но в каком смысле? В отрицательном, по отношению нас. Наши немощи, наши болезни взял, за грехи наши был мучен, за беззакония наши был мучен, наказание мира нашего было на нем. Вот что он взял на себя. Разве это не учит нас идти этой дорогой? Даже там, где мы, может быть, и не были. Даже там, где, вы знаете, настолько… Я сприведу один такой пример, может, он как аллегория какая-то, когда, ну вот насколько он справедлив, я замечал и в церкви, и в семье часто происходит, строили, ну, знаете, как говорят, аллегорический такой пример. Построили мост через реку, и через некоторое время он рухнул, развалился весь. Ну, начали разборки там, и вот как бы судятся вот те, из кого он состоит. И все обращаются там, обращаются к песку, из которого делали раствор. Говорят, песок, может быть, раствор был слабый, может быть, мало было, не в той форме или не в том мере, сколько нужно было. Может, из-за тебя вот, из неправильного раствора, развалился мост. Говорят, да нет, песка сколько хотите, пожалуйста, я вам отдавала, не жалела, сколько надо было, столько вы брали. Обращаются к воде, ведь из воды тоже воду добавляют. Говорят, вода, может быть, там был раствор неправильной пропорциональности из-за того, что воды было твоей мало. Река отвечает, воды, сколько хотите, вот, я здесь, брали, я никому не отказывал. Спрашивают цемент. Знаете, цемент что такое, да? Может быть, из-за того, что у тебя были проблемы. Он говорит, а я вообще не виноват, меня там вообще не было. Кто виноват? Вот я почему этот пример, может, немножко не подходит даже за кафедрой, но, я вам еще приведу пример. Бывает проблема в церкви какая-то. Там среди братьев где-то непонимание. Я помню такую ситуацию, когда так получилось, и одного брата, кто мы собрали, собираем, он говорит, «Братья, я вообще там не был, вы коме, какие претензии?» Я ему тогда сказал, я был пресс-фитером, я очень переживал за эту ситуацию. Я говорю, а не казалось ли тебе, что если бы ты был на этом братском, то было бы лучше? Может, потому и произошло, что в нужный момент ты свое мудрое слово не сказал, не остановил кого-то, не помог нам разрешить эту ситуацию. Ты думаешь, что ты не был, ты не виноват? Ты виноват, потому что ты не был, твое отсутствие могло повлиять на плохой результат. Мы так часто говорим, и родители, и папа, это не было, это без меня, сын мой сделал, я здесь при чем? Нет, виноват ты. На Господа Иисуса Христа всю вину люди сложили, посчитали Его виновным и пригвоздили ко Христу. Кто виноват? Христос? Нет. А все кричали, что Он виноват. Но грехи наши, беззаконие наши. Давайте, друзья, мы научимся. Может быть, этот пример, эта тема, хоть частично коснется кого-то из нас, может, всех. Давайте будем поаккуратнее в обвинениях людей. Давайте лучше на себя больше брать той вины, которую даже, казалось, мы и не сделали. Но мы были рядом, не остановили, не помогли. Мы не оказались рядом, а почему мы не оказались рядом, мы должны там быть. И уж никогда, друзья, побоимся, давайте, наполнимся страхом, чтобы никогда нам не винить небо. В каких-то ситуациях, в которых мы оказались, кто виноват? Но если Бог что-то допустил, то, как Христос сказал, это для того, чтобы на Нем, на этом человеке явились дела Божии. На Христе явились дела Божии. Может быть, Бог допускает и твою ситуацию в жизни, брат или сестра. И ты мучаешься и страдаешь. Почему? Кто виноват, что так все произошло? Чтобы явились дела Божии. Дела Божии явятся, когда ты это все воспримешь правильно, возблагодаришь Бога и с терпением будешь проходить прилежащее тебе поприще. И таким образом прославится Господь. Это нелегко. Но прославление Бога – это великое благословение, великая награда. Давайте этому учиться. И мы почувствуем, что жизнь много меняется. Что быть виновным, считать себя виновным намного благословеннее, чем обвинять невиновного другого человека. Пусть нам Господь мудрости даст, как это делать в нашей земной жизни. Аминь. Давайте помолимся Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok